здравствуйте друзья вопрос зачитываю мне в скором времени исполняется 30 лет я имею высшее юридическое образование у меня есть большой опыт работы в сфере продажи нового и вторичного жилья опыт работы 8 лет сейчас у меня с компаньоном небольшой бизнес но я вижу что в перспективе двух-трех лет наш бизнес себя изживет и нам придется искать какое-то новое направление что означает начать все с нуля ввиду этого я стал активно задумываться на тему а как жить дальше совпадение это или проведение но в тот же тот момент когда стало понятно что в будущем меня ждет рестарт в бизнесе я впервые увидел ролик о жизни мигранта в америке с тех пор смотрю ряд американских русскоговорящих блогеров в том числе и вас хочу поблагодарить вас за те видео уроки жизни что вы преподаете спасибо вам с житейскую мудрость который вы делитесь со своими зрителями о как я всерьез задумался об иммиграции полгода активно учу английский сейчас он пока не дотягивает до среднего уровня но время подтянуть еще есть я всерьез изучаю прорабатываю различные варианты иммиграции в америку я не женат и у меня нет детей оценив все свои активы получилась сумма почти 250 тысяч долларов друзья может быть вам тоже задуматься над продажей нового и вторичного жилья снять как 200 тысяч долларов но вдруг меня стал посещать страх что если моя иммиграция в америку состоится я проживу там лет десять и не смогу стать тем кем я себя вижу в 40 лет через десять лет поведайте пожалуйста что по вашему мнению успех в иммиграции за десять лет и вообще что такое успех в америке в 40 лет что должен успеть и сделать и нажить иммигрант 40 годам если он приехал в америку в 30 с небольшим и таким багажом как у меня 30 небольшим и таким багажом очень надеюсь что не оставите без ответа мой вопрос не оставим сейчас поедем будем беседовать знать тему у нас что есть успех и вот чего такое надо сорока годам чтобы чувствовать себя успешно дело в том что ну как бы сложность до этого всего состоит в том что то что вы в 30 лет думаете о том что должно быть 40 может не только измениться но драматически как бы измениться вот сейчас у вас есть работа нет семьи а в 40 у вас может быть там двое деток и вы будете смотреть на этих деток и думать что успех это когда вы можете деткам дать по максимуму того что можно дать давайте а сейчас вы думаете о том что может быть там накопить что-то построить какие-то сбережения там не знаю дачу там на берегу дом на манхэттене там я не знаю что что конкретно вы себе думаете о том чего бы вы хотели достичь через десять лет в америке но значит первый мой тезис состоит в том что это может измениться то есть скорее всего изменится поэтому я бы не стал вот так знаете сильно загонять себя в рамки то есть безусловно хорошо когда у человека есть какой-то план то есть какое-то видение какой-то план там и так далее плохо когда он начинает загонять себя в план а а не подстраивать этот план вот ой-ой-ой распищалось что-то тут они подстраивать этот план под свою реальную жизнь поэтому так наметили себе что-то и хорошо дело еще в том что помимо возрастных таких перемен есть еще перемена вот географически культурная то есть вы переехали в другую страну попали в другую культуру а там вдруг какие-то ценности такие разные вот не такие как вы привыкли вдруг выясняется что скажем вот растопырится вроде из как бы а здесь вас не по не поняли не перед кем типа растопырится понимаете и вот ну например да где-то это важно а где-то нет ну и так далее поэтому и к этой части тоже надо надо быть готовым надо быть готовым к пересмотру легкому такому без 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 трагедии пойти без драмы а пересмотру приоритетов взглядов все такого это все равно произойдет это неизбежно неизбежно просто не не мешайте этого произойти вот так теперь значит что такое 10 лет в эмиграции для человека которому 30 и который как бы да и судя по разговору вот нашему имеет какие-то может быть карьерные устремления вот что-то ему хочется такое многие измеряют как бы но вот суммой там сколько он там заработал деньгами да и это как бы его вот индивидуальные такие персональные ценности кто-то измеряет это тем что он вписался в американскую жизнь то есть все таки это немножко ну как сказать другая страна другая культура солнышко светит давайте развернула себя другая культура он освоился с языком у него появились друзья появилась семья как социализация какая-то такая происходит и он живет комфортно ему хорошо насколько он при этом зарабатывает но вот столько сколько комфортного зарабатывает пойти одному и миллион мало другому там сто тысяч не знает куда деньги девать другие стандарты совершенно по-другому живет вот поэтому если загнать себя в какие-то ожидания в какие-то рамки что вот что в то что вдруг если я там через десять лет вместо того чтобы иметь там не знаю там 25 миллионов на счету в банке а у меня только 33 жизни не удалось получается да так что вот поэтому не сама попытка как бы вот вот какой-то стандарт какие-то рамки кому-то угодить под чужие какие-то критерии подойти вписаться в чьи-то хита представления о том что есть успех что не есть успех даже я не знаю я я сам с одной стороны вроде вроде как я достаточно состоятельный человек но но это не то что там вечер но он состоятельный а тут значит но я бы имею в пять раз меньше и даже в 10 нормально выжил понимаете история какая то есть не то что мне это для чего-то было надо но просто я живу свое удовольствие так я занимаюсь любимым делом и поскольку дел любимая то видимо я эффективен в этом во всем и мне удается там какую-то свой вклад внести в общество и общество в ответ какими-то там средствами не только денежными поэтому я моя компенсация не сугубо денежная хотя какие-то деньги я работаю поэтому 40 годам 10 лет это очень большой срок в эмиграции значит опять солнце не с той стороны чудак ручу верчу считается ну как считается я знаю несколько человек разумных которым я доверяю ну и сам я уже здесь давно достаточно вот есть как бы распространенное мнение что от пяти до семи лет у человека уходит на то чтобы стать в америке тем кем он может стать то есть еще до наступления сорока вот ну пусть будет 10 лет до до 40 37 38 вот а может быть и 35 вы станете тем кем можете стать то есть вы выйдете на какой-то уровень заработка на который вы можете выйти и я хочу сказать что если вы вот там где вы сейчас живете умудрились там накопить такие деньги и занимаясь в общем-то понятным таким как бы не криминальным делом я думаю что вы здесь заработаете неплохо то есть у вас не будет проблем особых заработать я не знаю чем вы при этом будете заниматься может может быть тоже недвижимостью здесь есть люди которые на недвижимости очень хорошо зарабатывают на продаж на там на покупки перестройки там и так далее другое дело что когда смотришь на тех кто там например получил лицензию риэлторскую и так как бы пытается зарабатывать когда смотришь сколько из них реально зарабатывают хорошо но я не знаю но один процент но может быть два даже я не уверен насчет двух хорошо зарабатывать а так по мелочи может быть там еще процентов 30 остальные вообще ничего просто ничего просто ноль а то еще и потратиться они заработают так тоже бывает поэтому я не думаю что с такими талантами у вас тут будет проблема заработать правда я я думаю что это ребят который наслужит меня поддержит ваша сумма в 250 тысяч там накоплений у 30-летнего парня неплохо ну ну правда неплохо теперь значит меня стал посещать страх что если миграция состоится и я прожили 10 не смогу стать тем кем я себя вижу 40 лет не бойтесь то есть ничего такого с вами плохого не произойдет кроме того ваше представление конечно немножко как я уже говорил подстроиться по то что происходит вы вдруг увидите что а то что есть на самом деле может быть даже и лучше чем то чем вы себя представляли хотя это что-то другое при этом у меня есть такая мулька знаете я ребятам на уроках студентам я им объясняю как происходит интервьюирование то есть они пишут в требованиях там этих рекламенса одно пишут чем дискрипшен вот и на чем дискрипшен пишет 1 а когда приходит живой человек и он в общем то может быть не идеально вписывается но когда ты видишь живого человека он на самом деле гораздо лучше чем их странно эти рекламенса который непонятно под что были написаны и я им такую мульку говорю вот говорю девки давайте значит а там на девчонки ягу давайте так свет немножко приглушаю закрыли глазки говорю вот возвращаемся мысленно туда назад в прошлое идем вот он сейчас 15 лет но они значит глазки закрыли сидят значит представляет себя в 15 лет я говорю и вот вы говорю мечтаете о нем да вот вон придет ваша жизнь да значит вот вспоминайте кого вы себе давно мечтали в 15 лет они вспоминают улыбаются там все я говорю а теперь говорю сравним с тем которые у вас есть и тут начинается такая ржачка вы себе представить не можете то есть в основном из индии там девчонки вот они их трясет просто и колотит от смеха они прямо сползают под стол и все такое и да я бы девки говорю но ведь правда же вот тут что есть он же он же не хуже он лучше это просто у вас представление были такие детские наивные но правда же они ведь правда это действительно классные у них мужики все они очень довольны я бы но но мечтаешься в 15 лет бог знает чего а а реальная жизнь а лучше даже вот то же самое перед тем как вы приехали в америку и вы себе что-то намечтали давайте и там так дальше вдруг что такое выясняется что она совершенно не соответствует но вообще-то она даже и лучше что так и не получилось поэтому еще раз я возвращаюсь потому что надо легче относиться не загонять себя ни в какие рамки а просто дать вот этим вещам произойти есть люди знаете есть я говорил об этом раньше но есть два типа людей полярных таких одни говорят там чем будет то будет надо дать вещам случится вот я такой я даже не не хочу сильно но там напрягаться ягода я иду в правильном направлении а дальше там меня не интересует меня там берем их ведет сверху ведут вот им виднее а есть люди которые они очень дотошные они все расписывают и так у них все выстроено и они так подробно подробно и это тоже неплохо я не говорю что это плохо я я просто сам не такой я должно быть завидуем где-то но я так не могу и когда они этим путем идут а у них безусловно очень многое не получится ну просто потому что вот чтобы так точно планировать надо гораздо больше знать заранее чем вот человеку дано но в той мере в какой человек очень тонко планирует и он открыт к тому что их этот тонкий план надо все время там подстраивать подписывать и так далее это совершенно замечательный человек который добьется очень высоких результатов жизни но если он уперся в этот план это становится догмой и он дальше ни влево ни вправо никуда там это вот тогда у него катастрофа он он все он он не не дееспособен фактически быть потому что уже догма управляет они вот вот и все вот и все так что я за парня совершенно спокоен и хочу пожелать успехов я думаю что вот наши зрители присоединятся вот и давайте все ему поставим лайк что все у него получилось и чтобы он знал что не только вот он в порядке но и вот мы мы все в него верим потому что на самом деле парень редкий не то что вот каждый второй такой как это у него меня стал посещать страх посещение страхом человека очень естественный процесс если человек ответственный если он как бы вообще соображает что делает у него неминуемо наступают такие моменты когда он мандражирует когда ему вдруг страшно когда не знаешь чего и вот это вот как бы наезжает на тебя а дальше ты это стряхиваешь идешь делаешь и по мере того как ты это делаешь этот страх уходит может быть еще какой другой придет но вот с этим уже значит мы разберемся вот так что давайте за то чтобы эти страхи ушли а а новые там где-то которые должны подойти пусть подходит не жалко мы мы с ними разберемся тоже счастливо